Народ, всем привет! Добро пожаловать на мой лайв-канал, на котором я снимаю несложные простенькие видео. Это позволяет мне вести сразу одновременно два канала. Сегодня я вам хочу рассказать про такую тему, как подключить к айфону USB микрофон. И для начала давайте мы вообще рассмотрим несколько вариантов, так скажем, от самых простых, как вообще можно подключить какой-либо микрофон. И, так скажем, перейдем уже непосредственно к USB микрофонам. И первым в нашем списке будет вот такой вот всем, наверное, уже известный на YouTube микрофон Voya BI M1. Выглядит он вот таким вот образом. Сейчас я записываю, кстати, на звук самого айфона. Никаких у меня микрофонов сейчас не подключено. И, собственно, здесь, смотрите, получается, если вы покупаете вот такой вот микрофон, то у вас есть вот такой вот штекер Jack 3,5 мм. Чтобы вам подключить данный микрофон к вашему айфону, вам понадобится вот такой вот переходник. Он стоит примерно где-то в пределах 1000 рублей. Можно найти подешевле, возможно, где-то подороже. Но рекомендую всегда брать только лишь оригинальный. Потому что все эти фейковые, которые продаются на Алиэкспрессе, они либо не работают изначально, либо потом просто у вас через какой-то, ну, небольшой промежуток времени этот переходник перестанет работать. Поэтому лучше не тратитесь, сразу возьмите оригинальный. Не так дорого, в принципе, стоит и пригодится вам, ну, практически, наверное, на всю жизнь. Ну, если, конечно, вы его не будете ломать. В общем, подключаем данный микрофон через переходник к нашему айфону, либо айпэду, если у вас разъем Lightning. И дальше вы сможете уже записывать непосредственно с участием этого микрофона. И давайте я сейчас быстренько поставлю телефон на паузу и продолжим с этого микрофона. Итак, друзья, подключил я, собственно, микрофон Boya BIM-1. Сразу можете оценить качество звука, громкость звука. Но это я специально сделал для того, чтобы вы могли понимать, насколько отличается качество именно микрофона внешнего и встроенного в какое-либо устройство. Ну, в данном случае это айфон. И сейчас давайте уже перейдем непосредственно к нашим USB-шным микрофонам. Значит, у меня здесь их две штуки. Один это микрофон FIFINE. Он у нас конденсаторный, подключается через Type-C разъем. И здесь у нас идет второй микрофон, который называется Sunwind. Модель я точно сейчас не вспомню. SM500G, по-моему, если не ошибаюсь. Здесь у нас есть поп-фильтры. И этот микрофон у нас подключается через микро-USB разъем. Собственно, как нам эти микрофоны подключить к айфону, если у них у обоих этих микрофонов на проводах USB-разъемы. Ну, то есть вот такие вот. Сейчас второй. Вот такой вот у нас разъем здесь и здесь. Как мы можем подключить этот USB, так скажем, микрофон? Для этого нам понадобится уже вот такой вот переходник. Он стоит реально намного уже дороже. Я, честно говоря, сам не очень-то хотел покупать данный переходник. Но что поделаешь, здесь есть свои плюсы. Во-первых, есть похожий переходник, который, так скажем, вот без этого разъема. Сейчас я вам объясню, в чем разница. Он у нас идет напрямую. Получается Lightning разъем USB. Если вы подключите к вашему айфону, там, айпэду, ну, то есть вот таким вот образом, да, без вот этого участия, то микрофон работать не будет. Вы увидите на своем айфоне либо айпэде ошибку. Я сейчас ее, ну, вам прикреплю на видео в качестве скриншота. Что данный микрофон просто не может, так скажем, включиться из-за того, что не хватает ему питания. Вот. И, собственно, вот это как раз-таки есть отличие вот этого переходника от самого простенького, который стоит, по-моему, где-то 2000 рублей. Ну, то есть без вот этого разъема, который идет напрямую с Lightning на USB. Он стоит где-то около 2000. Вот этот стоит уже 4000 рублей, если мы говорим про официальный магазин Apple. Собственно, здесь что мы получаем? Мы получаем то, что не может ни один другой переходник нам дать. Это питание. То есть получается... Сейчас возьму кабель. Так, вот у меня кабель питания. Я подключаю сюда. Соответственно, вставляю в этот телефон, в айфон либо айпэд. И у меня что происходит? У меня устройство, во-первых, заряжается. Это реально большой-большой плюс. Во-вторых, у меня поступает питание на микрофоны. И я могу спокойненько записывать уже непосредственно звук с этих микрофонов. И сейчас я, конечно же, вам тоже хочу это все продемонстрировать. Но сперва хочу вас также предупредить, что не покупайте вот такие вот переходники на Алиэкспрессах, на всяких рынках. Ну, я вам просто 100% могу сказать, что они работать не будут. Это очень дорогой аксессуар. Сама Apple его продает за 4000 рублей. Значит, он того стоит. То есть, возможно, если вы найдете где-то там на Авито вот этот оригинальный аксессуар там 1000 за 3, это будет прям очень даже хорошо. Но самое главное, чтобы работал. Не знаю, как вы будете тестировать. Но давайте сейчас я вам покажу, как, собственно, работают эти микрофоны по очередности. На этот запишу, на этот. И, так скажем, уже сделайте сравнение, какой из этих микрофонов вообще будет лучше. Или, может быть, вообще стоит оставаться на петличном. И там мы можем обойтись, ну, сколько? Наверное, максимум в 2000 рублей. То есть, петличка будет 1000 стоить. И сам переходник тоже в пределах 1000 рублей. Давайте начнем с FIFINE. Итак, друзья. Друзья, собственно, подключил я микрофон FIFINE Ampli Game. Можете оценить сейчас качество звука. Здесь я сразу могу вам продемонстрировать то, что я могу громкость убавить. Вот таким вот образом. Также я могу обратно громкость добавить. Это чтобы вы понимали, что действительно этот микрофон у меня сейчас работает, ни какой-нибудь другой. Давайте я немножко по нему вот так вот, так скажем, постучу. Вы, наверное, слышите все эти, так скажем, шорохи, да, на этом микрофоне. И я сейчас давайте немножко пододвину микрофон поближе к рту. Ну, сейчас где-то расстояние сантиметров 10-15, где-то так. И можете оценить качество звука со встроенного, так скажем, микрофона в айфоне, со внешнего в виде петлички BOYA BI M1 и, собственно, микрофон FIFINE Ampli Game. Вот. Ну, и там, собственно, сделайте уже свои выводы. Так, ну, а сейчас давайте подключим микрофон Sunwind и, соответственно, мы уже протестируем именно его. Так, ну, а сейчас я, друзья, подключил микрофон Sunwind. Тоже можете оценить качество звука, сравнить его с предыдущими микрофонами. И давайте также немножко сейчас подредактируем звук, вот чтобы вы поверили мне в том, что сейчас я говорю именно в этот микрофон. Я добавил эхо и, собственно, здесь вы можете также заметить то, что загорелся индикатор. На предыдущем микрофоне вы тоже, наверное, должны были видеть, что у меня здесь микрофон подсвечивался. Это означало то, что на него поступает питание. Если у нас не будет питания на, так скажем, вот этом переходнике, то, соответственно, вот эти моменты у вас, как бы, что микрофон работать у вас не будет. Ну, и плюсом здесь, как я считаю, что у нас еще в этот момент подзаряжается сам телефон. У меня было много случаев, когда я хочу записать какой-то ролик, обзор, и у меня в этот момент телефон либо разрядился, либо я его вообще не успел поставить на зарядку. То есть в этих ситуациях, так скажем, вот этот переходник, он реально очень-очень выручает. Так, ну а сейчас, друзья, давайте также пододвинем микрофон ближе к рту, чтобы вы оценили качество звука, громкость. Сейчас микрофон тоже находится примерно на расстоянии 10-15 сантиметров. И, собственно, сделайте уже свои выводы в комментариях. Напишите, пожалуйста, какой вам микрофон понравился из этого списка больше всего. Первый, это, получается, встроенный микрофон айфона. Второй, это Boya BI M1 петличка. Третий, это у нас был Fifine Ampli Game. И четвертый, это сейчас, на который я записываю, Sunwind, не помню там точно название, SM500G, вроде бы, если не ошибаюсь. Вот, собственно, вот такие вот у нас дела. Ну что, друзья, вот такое у нас сегодня было видео. Если оно вам было полезно или просто понравилось, то, как всегда, поддержите, пожалуйста, меня лайком. Также не забывайте подписываться на мой основной канал, на мой лайв-канал. Буду всем вам очень благодарен. Ну, а я с вами на сегодня прощаюсь. Всем вам желаю удачи. Всем пока-пока.